Если бы вы решили шокировать кассира магазина, какой товар вы бы взяли? Бля, торт с надписью «С днём рождения бабушка». Крытиный яд. Открытка с соболезнованиями. Салфетки, лосьон. Диск с сериалом «Даша-путешественница». Я с другом сидим на улице и едим пачку чипсов. А чипсов у нас стали жирные руки. Мы пошли в супермаркет и купили салфетки и ещё один интересный товар. У друга намечался день рождения, который он со своей девушкой собирался праздновать в один день. Он знал то, что они в этот день будут пробовать свой первый раз, и в супермаркете он решил взять презервативы. Потому что потом забудет. И теперь просто представьте эту картину. Два парня покупают презервативы и салфетки. К тому же я был одет в розовую футболку, и на голове у меня была идеально уложенная прическа. Первое – купить средства от запора. Второе – спустя минут 10, торопясь, купить средства от диареи. Третье – спустя ещё 10 минут, очень торопясь, купить клей BF6 или же пробку для ванны. Как-то мы снимали короткометражный фильм с одногруппниками, и для одной сцены нужна была максимально яркая комната ко дню рождения маленькой девочки. Режиссёром была моя девушка, и я как истинный рыцарь взял на себя роль купить всё необходимое. И вот я уже стою на кассе, доставая из корзины детские девчачьи побрякушки, шарики, кукла Барби, это был подарок по сценарию, картонные гирлянды и шапочки с надписью «С днём рождения», «Торт», «Детское шампанское» и так далее. И доставая последнюю вещь с корзинки, а именно цифра 8 на торт и свечи, и подумав, что после съёмки захочется немного расслабиться, я решаю взять презервативы и смазку. И только когда дело дошло до оплаты покупки, я увидел просто охеревшее лицо продавщицы. Она спросила «Это ваше?», держа в руках смазку и смотря то на презервативы, то на меня. Мне стало очень неловко, но всё же я набрался смелости сказать, что это моё. Больше я в том магазине не появлялся. Верёвка, табуретка и мыло. Затем сказать, что забыл кошелёк и попросить занести завтра. Крабовые палочки, вазелин, презервативы. Мой набор – бечёвка, мыло и бумага. Бечёвка, чтобы перевязать красиво подарок. Мыло, дома не было мыла. Бумага – маме на работу. На меня смотрели, как на больную. Солёные огурцы, молоко, туалетная бумага. Найти фотокассира, распечатать и положить в рамку, и ещё взять красный мел, свечи и спички. Помню, как-то зашёл в магазин за презервативами с мыслью «Надоело каждый день покупать презики?». Возьму сразу с запасом, взял сразу пять упаковок. Продавчица вместе с мужиком, стоящим там внутри, знатно поржали в духе «Нифига себе, вот это способный». Удивить кассира можно и одним товаром. Главное то, как ты покупаешь. К примеру, попробуйте купить пачку туалетной бумаги и подбежать к кассиру со словами «Пробейте мой товар быстро» и держитесь при этом за задницу. Как-то раз я и моя сестра пошли в магазин и купили тест на беременность и две бутылки пива. Взгляд продавщицы надо было видеть. Пойду со своей мамой, куплю взбитые сливки, контрацептивы, вазелин, солёные огурцы, молоко, памперсы и освежитель воздуха. Зашёл в магаз с обмотанной туалетной бумагой и попросил зажигалку. Подойти к кассе с бутылочкой воды 0,5 и фольгой или шоколадкой олёнка. Я однажды покупала пластыри и прокладки, вы бы видели, как на меня посмотрела кассирша. Презервативы, иголка и тест на беременность. Однажды я купила 10 пар носков, пачку из 12 презервативов и туфли. При этом мои руки были в крови из-за того, что я доставала кошелёк и порезала все документы. Лицо кассира на пункте выдачи останется в моей памяти навсегда. Мы с моей бабушкой ночью уезжали в аэропорт, а у нас не было пищевой плёнки. Чтобы замотать чемоданы, час ночи мы пришли в магазин и взяли чёрные мусорные пакеты и изоленту, потому что плёнки не было, а рядом с нами стояли ещё 2 человека, которые тоже брали 2 чёрных мусорных пакета. Продавщица на нас очень странно смотрела. В аптеке один раз я купил Ла Пирамид, средство от Дресни. Когда кассир его выдавала, я ей сказал, можно ещё 250 грамм ваты? Она еле сдерживала смех, а я всего лишь собирал аптечку в путешествии. Я однажды взял огурец и смазку, мой день удался. Рядом с универом в аптеке купила тест на беременность. Сидим с подругой, готовимся к зачёту, нервы сдают, решили купить валерьянку. И подруга попросила ей тоже тест купить. Прихожу в эту же аптеку и говорю, мне ещё один тест на беременность и валерьянку. Глаза продавщицы были бесценны. Помню, что купили рулон фольги и зубочистки. Кассирша всё поняла и заугарала. Взять арахисовую пасту, белую одежду и пробормотать. Ну вот, осталось причаститься и поехать за гробом. Это как и я, когда кассиром работал. Чувак клей покупал и я ему пакет предложил. Мне всего 14 и я обожаю красный цвет. Решила купить помаду очень красную, она такая яркая и броская. Кассирша с удивлением на лице посмотрела и спросила, это ты себе? Наверное, она подумала, что я куда-то не туда собралась. Уксус и стаканчики. Когда-то я покупала такой с братом, нам было по лет 8. Видели бы вы, как на нас смотрела кассирша. Будь я мужиком, то купила бы памперсы, солёные огурчики и верёвку с алкоголем. В прошлом году я поступила в универ, 19 лет. Я почти сразу занялась поисками подработки. Моя работа не была сложной, я просто покупала товары людям и приносила им домой. Если они по какой-либо причине не могли купить это сами, болели, например. Однажды мне попался очень странный заказ. Мужчина, заказчик, не успевал это купить и попросил занести все товары к нему домой. Итак, вот список продуктов. Топор, чёрные пакеты для мусора, антисептик, перчатки, плюшевый медведь, скотч, корм для хомяка. Я закупалась в торговом центре, поэтому всё это мне пришлось пробивать вместе. Кассирша очень странно смотрела на меня, а я и сама была очень удивлена такому списку вещей, поэтому у меня тряслись руки, что выглядело очень странно. Когда я отнесла заказ покупателю, я спросил его, зачем вам всё это? Как оказалось, он едет с женой и дочерью в баню, там он будет рубить дрова. А чтобы не поранить руки, ему нужны перчатки. Пакеты нужны просто для уборки мусора. Медведь – подарок дочке, а корм – хомяку. Вот такая странная история. Один раз я зашла с бывшим в магазин. Мы знали, что ждёт нас впереди, поэтому взяли презервативы. Я не люблю делать скучные покупки, поэтому прихватила чупа-чупс. Кассир пытался максимально сдерживать смех, пока пробивал это всё. Если девушка купит огурец и шампанское, то это будет странно. Отбеливатель, лезвие, бритвы и мешки. Когда-то я купил шпильки, которыми вскрывают замки, перчатки, маску. Целлофановый пакет и витаминки. Моя мама работает в аптеке. Как-то раз она мне рассказала, что у неё купили 450 аскорбинок на 12 тысяч рублей. Сделал вид, что не хватает на презики и вернулся через минуту с канцелярскими резинками и какой-то плёнкой. Тип таких, в которых куриц запекают. Ха, распечатать фото кассира, взять крем для рук, салфетки и стиральный порошок. Подойдите к кассе с пустыми руками. Возьмите пакет, потом попросите у кассирша пакет со словами «этот пакет слишком тяжёлый». Бананы, крем для обуви и противозачаточные. Салфетки и мыло. Чекушку и сникерс. Если что, чекушка была нужна для того, чтобы обработать рану, а сникерс, чтобы отвлечься. Однажды я был в магазине, перед этим у меня была бессонница и у меня сломался таз, в котором я мыл свои ноги. А также у меня была девушка, уже жена. И я пошёл в магазин и купил снотворное, скотч и презики. Набор для мужика. Крем для рук, презики и валерьянка. Молоток, мешки для мусора, чистящее средство, скотч. Хлорка, нож, заточка для ножа, мусорные пакеты, скотч, перчатки, маска и 4 бутылки водки. Я всё ещё думаю, что в очереди за мной стоял маньяк. Как-то раз я купила пюре фрута няня и колбасу салями. Пусть это не самый странный выбор, но в тот день кассирша смотрела на меня, как на ненормальную. У меня бывшая как-то купила в аптеке презики и аммиак. Ей пожелали хорошего вечера, его не случилось. Как-то мы с мужем зашли в аптеку, сказав им, что нам нужно массажное масло, смазка и какое-то обезболивающее. Выражение лица кассирши – это просто жесть. Однажды я зашёл в супермаркет, АТБ, взял маленькую конфетку и на кассе попросил самый большой пакет, после чего положил туда конфетку и пошёл к выходу. Лица кассира и охранника в тот момент невозможно передать словами. Была в Германии с группой людей. Моя соседка каждый день покупала в магазине по одному орешку. А на этом всё. Большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую ещё больше подобного контента, переведённого на русский язык, специально для вас. И ещё раз всем большое спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok